Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку, Петербургу. Вот по Васильевскому бродим. Университетская набережная 25. Угловой дом архитектора Рыбек и Шреттер. Код постройки 1830-1837. Иногда его называют как дом Алексеева или доходный дом Рубана. Он угловой такой. Часть выходит на шестую линию, часть на набережную. Нынешний облик постройка обрыла в 1873 году. Когда ее перестроил военный инженер Иван Рубан, который приспособил здание под съемные квартиры. Чем знаменит этот дом? Как любой дом. Дом знаменит, как говорится, не кирпичами, а тем, кто его построил. И теми людьми, которые жили в этом доме. А этот дом просто кладезь известных людей. Ну, во-первых, здесь жил Константин Федорович Рерих. И здесь есть мемориальная доска со своей супругой Марией Василиной. В 1869 году он заключил контракт на аренду помещения сроком на 10 лет. И открыл по этому адресу свою нотариальную контору. Семья проживала в квартире номер 8. И вот, как пишет один из бывших жильцов, который жил конкретно в этой квартире. Мы жили в бывшей квартире Рериха. Квартира была огромная. Не меньше 10 комнат. Ну и, соответственно, семей. Понятно, что квартиру Рериха занимали много семей. Потому что там было 10 комнат. Выход на лестницу был со двора через арку на 6-й линии. Окна выходили на мост. И что ему запомнилось? Огромное количество звонков на огромные двери. Дверь, которую вечером закрывали на засов. И длинные разветвляющие темные коридоры. Вот такое воспоминание человека с ником Алкардин на сайте CityWalls про квартиру Рериха. Так вот, эта 8-я квартира находилась на 2-м этаже. Окна выходили на 6-ю линию и на набережные Невы. И был расположен балкон. Но он, к сожалению, не сохранился. И у Константина Федоровича Рериха с супругой Марией Васильевной в 1874 году родился сын Николай Рерих. Которого, конечно, все знают. Николай Рерих. Николай Константинович Рерих. Здесь прошли детские и юношеские годы. Его учебу в частной гимназии Майя. Которая до сих пор, кстати, еще существует эта гимназия. Академия художеств и Петербургском университете. Здесь шло становление художника Рериха. Будущего путешественника, археолога, педагога, общественного деятеля. И в 1994 году была установлена мемориальная доска. В этом доме родился и жил мыслитель, гуманист, художник Николай Рерих. А его папа был членом вольно-экономического общества. Петербургского общества имени Тараса Шевченко. Его квартирой были знаменитые личности. Менделеев, Мордовцев, Костомаров, Сергей Аркадьевич Андреевский. Это русский поэт, критик, судебный оратор. Константин Федорович Галстунский, русский монголовед. А Алексей Матвеевич Познев, это российский востоковед, монголовед. Доктор монгольской и калмыцкой словесности. Профессор, один из основателей и первый директор Восточного института. Политический деятель, тайный советник. Внес вклад в развитие буддологии и синологии. Также здесь были Александр Васильевич Советов. Это русский ученый-агроном, почвовед, профессор кафедры сельского хозяйства. Декан физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Ну и, конечно, другие ученые. Они частенько заходили к Константину Федоровичу Верерихову. Ну, видимо, очень хорошо дружили. Также здесь жил архитектор Коварский. Король строителя, генерал-лейтенант Ратник. Это русский генерал-лейтенант, флотский инженер, конструктор. В 1893-1905 годах управляющий, а затем начальник Балтийского завода. Участвовал в проектировании и по строительству многих кораблей Российского императорского флота. И, в частности, главный создатель крейсера «Аврора», кстати. Ну, судьба тоже у человека. После неудач в Цусимском сражении его начали обвинять в этих неудачах. Ну, у нас всегда кого-то обвиняют. Поэтому он принял решение отойти от дела и в мае 1907 года был уволен в отставку по домашним обстоятельствам. Как написано, вот здесь я зачитываю текст из City Walls. Хороший ресурс. После выхода в отставку купил дом в поселке Боровая под Киевом, куда переехал с семьей. Построил часовню, раздал свое имущество крестьянам поселка и в 1924 году умер. Вот такой кораблестроитель, генерал-лейтенант Ратник, жил тоже в этом доме. Жил также филолог, академик Срезневский. Измаил Иванович Срезневский. Русский филолог, словист, этнограф, полиограф, академик Петербургской академии наук. Декан историко-филологического факультета Петербургского университета. Ее учениками были историки, филологи, публицисты и философы. И я думаю, что, конечно, они к нему заходили сюда. Это был Ломанский, Пынин, Карелкин, Стоюнин, братья Лавровские, Макушев, Будилович, Мордовцев. Чернышевский, кстати, русский философ, материалист, революционер, демократ, литературный критик, публицист и писатель. Писарев, русский публицист и литературный критик. Переводчик, революционер, демократ. По праву считается третьим в списке после Чернышевского и Добролюбова. Великим русским критиком шестидесятник. Кстати, отрицал значение творчества Пушкина. Вот интересно, да? Пушкин, Лермонтов и Говоль были для писара как бы пройденной ступенью. Вот такие люди, понимаешь, жили в этом доме. Ну что еще? Вот такой красивый дом находится на университетской набережной 25 на Васильевском острове. Если будете бродить по набережной, ну этот дом заметите, потому что если пойти по шестой линии, как раз вы претесь в Андреевский рынок. А на рынке можете что-нибудь себе купить на ужин. И вспомнить, как я вам рассказал про тех людей, которые жили на университетской набережной 25. Все, пока, всем привет, до свидания.